Всем привет! С вами Кокотачилл, и добро пожаловать на первую серию моего небольшого блога, где я буду рассказывать о том, как пытаюсь создать мультфильм за месяц. И для начала я хотел бы поделиться историей того, как я здесь оказался и что у меня уже есть. Мультфильм, которым я сейчас снова буду заниматься, называется «Роман и Ева», и он был моим школьным проектом. Целью того самого проекта было создание образовательного материала, который поднимет интерес детей к литературе. А работа проходила в три этапа, начиная в сентябре прошлого года и заканчивая этим апреем. Данные этапы входили в создание концепта, производство пилотной серии и последующее анкетирование и анализ. Если кому интересно, результаты анкетирования выглядят вот так. В моих планах было сделать «Роман и Ева» образовательной комедией. Небольшим сезоном на 7 серий и хонометрозом на 15 минут. Ну а на данный момент у меня был сделан только пилотный эпизод. О нём далее и пойдёт речь. Серия начинается с того, как библиотекарь в школе пытается рассказать детям о том, как раз начитать. Конечно же, у неё ничего не выходит, и они уходят. А сама библиотекарь, которую зовут Василия Сыгревна, понимает то, что нужно что-то менять. На ней Серия переходит к главной героине, Еве. В старости 4-го Г-класса, которая сейчас занимается у бога кабинета. Потому что ей кажется, что если она будет много и усердно работать, она окажется на доске почёта школы. Класс руководитель предлагает ей другой вариант. Она поможет влиться в компанию новенькому ученику «Роману», и в обмен она сделает так, что она появится на доске почёта. Тут кабинет и заходит в «Роман». Ева показывает ему класс, рассказывает что да как, и просит ось от учебники. У нас «Роман» абсолютно абортус, учебников у него, конечно же, нету. Так что они идут в библиотеку за ними. В библиотеке полный беспорядок, а самой Василия Сыгревны нет. Но несмотря на это, «Роман» предлагает взять учебники без спроса. Он подходит к одной из дверей, наступает на къезжающую на полу книгу, и внезапно она светится. Герои оказываются в лесу. Сказочном лесу. Ведь они попали в книгу. Они немного ходят по нему, понимая, что заблудились, и решают, что делать дальше. Роман решает срамать ветки у берёзы, чтобы сделать костёр. Вместо этого берёза начинает разговаривать. Их история тоже может исполнять желание. И Роман, разумеется, жирает золото. А берёза созрёт дорогу, по которой он может его найти. Еве же кажется это немного подозрительным. И она узнаёт от берёзы то, что с прошлыми людьми, которые загадали у неё желание, что-то случилось. Роман же доходит до конца тропинки и попадает в старую избушку, где провоевается подпол, находит золото. Ну вот сюрприз, это золото охраняют два совершенно нормальных человека. Они просят Романа не пугаться, ведь они добрые люди. Но Роман по какой-то причине решает то, что они медведи. И, как раздалось, вау, они действительно медведи. Молодчина, Роман. Но ему некуда бежать. Ева же бегает по Есу в поисках Романа. И натыкается над медведей, которые несут связанного Романа Берёзе. Оказывается, то что они хотят, чтобы Роман загадал желание, чтобы они снова стали людьми. Потому что Берёза исполнять желание медведей не собирается. В итоге Ева спасает Романа. Берёза теряет возможность исполнять желание. У медведей истерика. Но герои возвращаются обратно в реальный мир. И вот, внезапно, в комнату возвращается Василиса Игревна. И герои рассказывают ей то, что они попали в сказку. Всё капец. Она сама волшебница. И нельзя, чтобы тайну магии раскрыли. И она находит самый лучший в кавычках вариант. Взятка. А если точнее, сделка того, то что она сделает из них волшебников, а в обмен они будут ей помогать и сохранять тайну магии. На этом и кончается пивотный эпизод. И уверяю, Таше рассказывает всё гораздо лучше, чем есть на самом деле. Потому что он ужасен. Я ставлю свои задачи не только сделать ещё серии, но и сделать так, чтобы это был реальный, хороший мультфильм. И, пожалуй, хочу начать с небольшого редизайна главных героев. Потому что я буду честен. Дизайн не так себе. Начну я, пожалуй, с Романа и поговорю о том, что это за персонаж будет и какая у него мотивация. Роман — это новенький ученик в четвёртом игроклассе. И если нужно написать его одним словом, это слово Аболтус. Этот вечно рассеянный парнишка иногда вызывает впечатление, будто он намеренно выбирает самые худшие варианты действий. Узнав о том, что в пиателе работает волшебница, Роман ставит себе цель научиться у неё магии. То он будет у него довольно сложно. Но если он всё-таки сможет обрести магию, то он выполнит свою вторую цель и станет богатым. К сожалению, в его цели ему приходится работать с Евой, которую он считает невероятно скучной. Сама же Ева старость от четвёртого класса старается сделать всё, чтобы казаться максимально профессиональной, умной и адекватной. Она трудолюбива и искренне верит в то, что однажды все её старания окупятся. Но не сейчас. Если бы она встретила дьявола, то обязательно бы попыталась заключить с ним сделку. Потому что именно это она и сделала с Васией Свирьевной и своим классом руководителем, чтобы попасть на доску почёта. Её умений не всегда будет хватать на то, что воспрояться с трудностями в сказочных мирах, и тогда ей придётся, где страшное, полагаться на других людей. И по другими людьми имеется в виду Аболтус Роман, который постоянно действует ей на нервы. И из того, что я уже сказал, становится ясно то, что наши главные герои ненавидят друг друга, но вынуждены работать вместе из-за Василии Свирьевны. Кто же она такая? Василия Свирьевна волшебница, чья жизнь пошла настолько не туда, что она теперь работает в школьной библиотеке. Благодаря своей магии, она может открывать порталы и отправить людей внутрь книг. Этим она хочет воспользоваться, чтобы создать школьный музей из волшебных артефактов, ведь тогда, по её мнению, люди снова будут ходить в библиотеки, а она получит любовь и уважение. Думаю, это всё, что я пока хочу рассказать о персонажах. И посмотрите, что у нас получилось. Вот как они выглядят в пилотном эпизоде, и... Чух! Вот как они выглядят сейчас. И думаю, тоже на этом у меня пока что всё. Спасибо за просмотр. До скорого.